Не секрет, что зрение у человечества неуклонно ухудшается. Так, в настоящее время только миопией, другими словами, близорукостью, страдает четверть населения Земли. К 2020 году их станет треть, 2,5 миллиарда на Земле. Известно, что близорукость чаще всего проблема приобретенная, и, как правило, все начинается со школы. Как обезопасить детей? Что нужно делать, если проблема возникла? Об этом мы и будем говорить сегодня с нашим постоянным экспертом, врачом высшей категории, и заведующей детским отделением офтальмологической клиники Еленой Бурениной. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Ленитина. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем причина ухудшения зрения? Это наследственность или это компьютеры, гаджеты? Ну, в основе любого заболевания лежит наследственный фактор. Если родители или ближайшие родственники страдают близорукостью, то риск возникновения близорукости у детей возрастает в несколько раз. Ну и, конечно, на сегодняшний день неадекватная зрительная нагрузка, которая предъявляется нашим детям. Это и в школах очень много идут занятия, не всегда сбалансированные. Это и гаджеты, которые у нас используются сейчас у детей и в раннем возрасте. То есть, несмотря на то, что заявляют некоторые производители, это же те же планшеты, мобильных смартфонов, телефонов и плазменных панелей, и все говорят, что ничего уже не вредит нашему зрению, все равно вред есть, воздействие есть. Ну, безусловно, есть, потому что нерегламентированное время идет игры у детей на этих всех. Игры, просмотров. Игры, просмотров и всего. То есть, если у нас, допустим, телевизор, но он висит достаточно далеко, да, и если какая-то передача идет, ну, мы смотрим там, ну, максимум час-полтора, да. А если ребенок берет в руки планшет или мобильный телефон, это идет уже работа на близкое расстояние, то есть в пределах 33 сантиметров. И глаз просто устанавливается на работу, на близь. Вот, и поэтому, а поскольку ребенок не может поиграть 30 минут, потом сделать перерыв, отдохнуть, а он играет несколько часов подряд, естественно, возникает синдром сначала, компьютерный так называемый синдром, а потом уже это переходит непосредственно в спазм аккомодации или в зрительное утомление, что является пусковым механизмом развития в дальнейшем близорукости. Вы знаете, что я сейчас заметила, сейчас действительно, когда идешь по улице, видишь маленьких вот таких крох, и они в очках. Действительно, мне кажется, что вот сейчас детей в очках стало больше. Ну, маленькие крохи в очках, там может быть, связано не сколько с близорукостью, сколько с их особенностью, то, что у детей, они все рождаются дальнозоркими, может быть, дальнозоркость у ребенка просто выше его нормы. Но сейчас есть другая опасность, то, что сейчас родители очень часто дают детям планшет уже в возрасте 2,5-3 лет для того, чтобы все... А то и раньше, да. А поскольку у детей есть врожденная дальнозоркость, ну, как бы не... Ну, да, их состояние это нормальное, а при дальнозоркости ребенок вблизи видит хуже, вот, возникает нагрузка, и, естественно, сейчас приходят родители с жалобами, что ребенок начал косить, хотя при осмотре мы видим, что это его физиологическая норма. А что называется ложной близорукостью у детей? Спазмокомодации или зрительное утомление, это ложная близорукость. То есть, когда истинной близорукости еще нет, но зрение при этом падает. Как предупредить вообще это явление, это не заболевание, ну, плохое зрение вообще у наших детей. Стоит ли надеяться родителям, которые следят за своим ребенком и проводят медицинские обследования в детском саду, только в детском саду, только, например, там, перед приходом в школу, отдельно ли советуем ли мы приходить к офтальмологу и проверять вот как-то более детально зрение малышей? Безусловно. Вообще считается, что после трех лет желательно, чтобы ребенка каждый год осматривал офтальмолог. Вот. Если такой возможности нет, ну, хотя бы раз в два года прийти, там, в три, в пять перед школой обязательно пройти. Не только надеяться на то, что к тебе пришли специалисты и посмотрели. Очень часто сейчас выявляется, приходят дети перед школой, а они недообследованы, и приходится уже назначать очки. Вот. Потом обязательно необходимо смотреть за соблюдением зрительного режима. Ну, вот опять-таки, чтобы дети не играли часами в планшеты. То есть сегодня мы уже говорим о том, что в принципе могут играть, но не так долго, как это... Но не так долго, конечно. Мы же не можем сказать ребенку, вот у вас и есть, а ты, Петя, не получишь, потому что ты потеряешь свое зрение. У всех мобильный телефон, в другом компьютере, планшет, телевизор. Да, у всех есть. Конечно, ребенок чувствует себя ущербным. Поэтому, ну, можно, но не раньше 7 лет и не больше 20 минут. Скажите, пожалуйста, если зрение ухудшилось, можно ли его восстановить? Или это уже все, диагноз у тебя будет очки? Есть жизнь. Если мы говорим о ложной близорукости, о спазме аккомодации, да, то можно. С помощью специальных упражнений есть специальное аппаратное лечение, разработанное для лечения именно спазма аккомодации. Можно. Но если пошла уже истинная близорукость, конечно, вернуть зрение назад невозможно. Близорукость – это то заболевание, которое будет прогрессировать, несмотря на все наши старания. Но лечить спазм, вот зрительную там линию, нужно обязательно. Во-первых, это будет способствовать уменьшению прогрессирования близорукости, то есть более ранней ее стабилизации. И, естественно, мы просто тогда и коррекцию можем произнести меньше, если мы вылечим этот спазм. А есть профилактика этого заболевания? Я бы сказала, это соблюдение зрительного режима. Первая наша профилактика – это соблюдать зрительный режим. Ну что ж, большое вам спасибо. Будьте здоровы и вы, и самое главное, наши дети. А вам мы говорим спасибо. Хорошего дня и доброго утра. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»